От тьмы к свету. Кассета третья. Отец Арсений. Продолжение. Этот уголовник держал в строгости весь свой барак, и начальство его даже побаивалось. Если случалось, мигнет ребятам, и тогда готов несчастный случай. А там веди следствие. Звали старика Серый, по виду ему можно было дать лет шестьдесят. Внешне казался добродушным. Начинал говорить с людьми ласково, с шуткой. Окончал руганью, издевательством, побоями. Увидел, что отец Арсений несколько раз перебирал дрова, крикнул. Чего поп ищешь? Растопку приготовил с вечера, ее водой для смеха залили. Вот хожу и ищу сушняк. Дрова сырые, что делать, ума не приложу. Да, поп, без растопки тебе хана, ответил Серый. Народ с работы придя замерзнет, вот что плохо. Да и меня и забьют, проговорил отец Арсений. Идем, поп, дам я тебе растопку. И повел отца Арсения к своим дровам. Там сушняка целая поленница. Мелькнула отца Арсения мысль. Шутку придумал Серый, знал его характер. И помощи от него не ждал. Бери отец Арсений, бери сколько надо. Стал отец Арсений собирать сушняк и думает, наберу. А он меня на потеху другим бить начнет и кричать, поп, вор. Но тут же удивился, что назвал его Серый отец Арсений. Прочел про себя молитву, крестное знамение мысльно положил. И стал собирать сушняк. Больше бери отец Арсений, больше. Нагнулся Серый и сам стал собирать сушняк. И понес охапку следом за отцом Арсением в барак. Положили сушняк около печей. А отец Арсений поклонился Серому и сказал, спаси тебя Бог. Серый не ответил и вышел из барака. Отец Арсений разложил в печах растопку стоечкой, обложил дровами, поджег. И огонь быстро охватил поленье в первой печи. Успевай только забрасывать дрова. Носил их к печам, убирал барак, вытирал столы и опять носил дрова. Время подходило к трем часам дня. Печи раскалились, в бараке постепенно теплело. Запахи от этого стали резче. Но от тепла барак стал близким и уютным. Несколько раз в барак приходил надзиратель. И, как всегда, первыми его словами была озлобленная матерная ругань и угрозы. А при одном заходе в барак, увидел на полу щепку, ударил отца Арсения по голове. Но не сильно. Ношение дров и беспрерывное подбрасывание их в печи совершенно обессилили отца Арсения. В голове шумело от слабости и усталости. Сердце сбивалось. Дыхания не хватало. Ноги ослабли и с трудом держали худое и усталое тело. — Господи, Господи, не остави меня! — шептал отец Арсений, изгибаясь под тяжестью носимых дров. Больные В бараке отец Арсений был не один. Оставалось еще трое заключенных. Двое тяжело болели, а третий хилонил, нарочно повредив себе руку топором. Валяясь на нарах, он временами засыпал. И, просыпаясь, кричал «Топи, старый хрен, а то холодно! Слезу в рыло дам!» И тут же опять сразу засыпал. Другие двое лежали в тяжелом состоянии. В больницу не взяли, все было переполнено. Часов в двенадцать зашел в барак фельдшера из вольнонаемных. Посмотрел на больных и, не прикасаясь к ним, громко сказал, обращаясь к отцу Арсению. «Дойдут скоро! Мрут сейчас много! Холода!» Говорил, не стесняясь, что двое лежащих слышат его. Да и почему было ему не говорить? Все равно, рано или поздно, должны были умереть в особом. Подойдя к третьему больному, повредившему себе руку, и сейчас демонстративно, встанавшему, сказал «Не играй, придурка! Завтра тебе на работу, а пересолишь? За членовредительство в карцере отдохнешь!» В перерывах между рубкой дров, топкой печей и уборкой барака отец Арсений успевал подходить к двум тяжелобольным и чем мог помогать. «Господи Иисусе Христе, помоги им, исцели, яви милость Твою, дай дожить им до воли!» Беспрежимно шептал он, поправляя грубый тюсяк или прикрывая больных. Время от времени давал воды и лекарства, которые фельдшер небрежно бросил больным. В особым основным лекарством считали аспирин, которым лечили от всех болезней. Одному наиболее тяжелому больному физически слабому отец Арсений дал кусок черного хлеба от своего пайка. Кусок составлял четверть дневного пайка. Размасив хлеб в воде, стал кормить больного, тот открыл глаза и, с удивлением, посмотрев на отца Арсения, оттолкнул его руку. Но отец Арсений шепотом сказал «Ешьте, ешьте себе с Богом!» Больной, глотая хлеб, произнес со злобы «Ну, у тебя с Богом! Чего тебе от меня надо? Чего лезешь? Думаешь, сдохну, что-нибудь от меня достанется? Нет у меня ничего, не крутись!» Отец Арсений ничего не ответил, заботливо закрыл его и, подойдя к другому больному, помог ему перевернуться на другой бок, а потом занялся делами барака. Растопку, что дал серый, хоронить не стал, а положил на виду у одной из печей. Чего убирать-то? Вчера убрал, а получилось плохо. А сегодня Бог помог. Собрался был он убить дров на завтра, вышел из барака, но потом решил, что все равно истопники других бараков растащат до проверки. Печи накалились, и от них несло жаром. Отец Арсений радовался, придут люди с мороза отогреются и отдохнут. Во время этих размышлений вошел надзиратель, на вид ему можно было дать лет тридцать. Всегда веселый, улыбающийся, радостный, прозванный за это заключенными «Веселый». «Ты что, поп-барак натопил, словно баню, в карцер захотел? Дрова народные для врагов народа переводишь? Я тебе, шаман, покажу!» И засмеявшись, ударил наотмашь по лицу и, улыбаясь, вышел. Вытирая кровь, отец Арсений повторял слова молитвы «Господи, не остави меня грешного, помилуй!» Филоневший Сетька сказал «Ловко он, подлюка, тебя в морду двинул с весельем, а за что и сам не знает!» Через час веселый опять появился в бараке и, войдя, закричал «Поверка! Встать!» Снарса вскосил Сетька, а отец Арсений вытянулся с метлой, которой только что подметал барак. «Кто еще в бараке?» — кричал надзиратель, хотя уже утром производил проверку и знал, кто оставался. «Двое освобожденных лежачих больных и третий на выписке, ходячий!» Веселый пошел по коридору, образуемому наром, и, увидев двух лежачих больных, понял, что встать они не могут, но для вида раскричался. Однако подойти побоялся, а вдруг зараза какая! «Ты смотри, поп, что в порядок был! Скоро позовут куда надо, там запоешь!» И скоро вышел, ругаясь скверно. День был на исходе, быстро темнело, и заключенные вот-вот должны были прийти с работы. Приходили обмершие, усталые, валились на нары. С приходом заключенных барак наполнился холодом, сыростью, злобной руганью, выкриками, угрозами. Через полчаса после прихода водили на обед. Время обеда для многих заключенных было временем страдания. Уголовники отнимали все, что могли, и били при этом нещадно. Те, кто был слаб и не мог постоять за себя, часто лишались еды. В политических бараках было значительно больше, чем уголовников. Однако уголовники держали всех живущих в бараке, особенно политических, в жестоком режиме. Ежедневно какая-то часть политических лишалась пайка, что являлось невыносимым страданием. Усталые, голодные, вечно продрогшие, заключенные, постоянно мечтали о еде, как о чем-то единственно радостном в этой обстановке. Во время обеда люди отогревались и частично утоляли чувство голода. Обед был жалким, порции ничтожны, продукты полугнилые и почему-то часто пахли керосином. И этот скудный обед, который не восстанавливал затратенных сил и был рассчитан на медленное истощение заключенных, ни один политический не был уверен, что сегодня он съест его. Отец Арсений, попав в особый, часто лишался обеда, но никогда не роптал. Останется без обеда, придет в барак, ляжет на нары и начинает молиться. В начале кружилась голова, знобила от холода и голода, сбивались мысли. Но, прочитав вечернюю, утреннюю, Акафис Божьей Матери, Николаю Угоднику и своему святому Арсению, помянув своих духовных детей, всех усопших, кого сохранила память, и только бывало всю ночь молиться, а утром встает и сила есть, как будто спал и ел. Духовных детей у Аса Арсения было много и на воле, и в лагерях, и душа его болела за них. Раньше в простых лагерях получал иногда письма, а когда перевели в особый, все кончилось. В особый переводили опасных заключенных, переводили умирать без расстрела, а от установленного режима. Духовные дети Аса Арсения считали, что он умер. Обращались в органы, а там ответ один. Если перевели в лагерь особого режима, не значится. Было темно, колонны заключенных одна за другой входили в зону и растекались по баракам. Бараки оживали. В бараке отца Арсения сегодня было жарко, ребята входили злые, усталые, но, входя в теплый барак, радовались и ругались больше для порядка. Отца Арсения не били, и при обеде пайку не отняли, то ли случайно, то ли других шарашили. Двум лежащим больным досталась от обеда только половина пайкового хлеба. Да отец Арсения от себя кусок прогоркой трески спрятал за пазуху. Придя в барак, отец Арсений стал кормить больных, нагрел воду с хвоей, добавил аспирин и обоих напоил. Хлеб и треску разделил пополам и дал каждому. Дней через пять пошли больные на поправку. Стало видно, что останутся живы, но лежали еще недвижны и шагу сделать не могли. Все это время отец Арсений урызками и ночами ухаживал за ними и делился частью своего пайка. Что это за люди, отец Арсений не знал. Попали в барак больными с этапа почти в беспамятстве, и поэтому никто их толком не знал. Заботу отца Арсения больные принимали холодно, но обойтись без него не могли, и если бы не он, то давно бы им лежать в мерзлотной земле. О себе не рассказывали, а отец Арсений и не спрашивал. По лагерным обычаям не полагалось, да и ни к чему это было. Сколько таких людей видел он по лагерям, не с честью. Бывало, выходит больного, расстанется и никогда больше не увидит. Да разве всех запомнишь? Как-то от одного больного отец Арсений узнал, что зовут его Сазиков Иван Александрович. Молча подавая Сазику, отец Арсений молился по своему обыкновению, и губы его безвучно двигались, шепча слова молитвы. Заметив это, Иван Александрович проговорил, молишься, папаша, грехи замаливаешь, и нам поэтому помогаешь, Бога боишься. А ты его видел? Посмотрел отец Арсений на Сазикова и с удивлением произнес, как же не видел, он здесь посреди нас и соединяет сейчас нас с вами. Да что ты, поп, говоришь, в этом бараке и Бог, и засмеялся. Посмотрел отец Арсений на Сазикова и тихо сказал. Да, вижу его присутствие, вижу, что душа ваша хоть и черна от грехов и покрыта коростой злодеяний, но будет в ней место и свету. Придет для тебя Серафим свет, и святой твой Серафим Саровский тебя не оставит. Исказилось лицо Сазикова, задрожал весь и с ненавистью прошептал. Пришибу, поп, все равно пришибу. Знаешь много, только понять не могу откуда. Отец Арсений повернулся и пошел, повторяя про себя Господи, помилуй меня грешного. Время шло, работы надо было сделать много, и совершая ее, читал отец Арсений Акафисты, правила про себя, по памяти вечернюю, утреннюю и иерейское правило. Второй больной был из репрессированных, стал постепенно поправляться. История его была самая обыкновенная, таких историй в лагере были тысячи. Все одна на другую и похожие. Революцию Октябрьскую делал, член партии с 1917 года, Ленина знал, армией командовал в 1920 году, в ЧК занимал большой пост, приговоры тройки утверждал. А последнее время в НКВД работал членом коллегии. Ну а теперь его послали в лагерь особого назначения умирать. В бараке репрессированные разные были. Одни за глупое слово умирали, большинство попали по ложным доносам, другие за веру третьих идейных коммунистов. Кому-то надо было убрать, так как стояли поперек дороги. Всем им, сюда попавшим, необходимо было рано или поздно умереть в особом. Всем. Был идейным и Овсеенков Александр Павлович. Как фамилию эту назвали, сразу вспомнил отец Арсения этого человека. Часто упоминалась эта фамилия в газетах, да и приговор отцу Арсения утверждал Александр Павлович. Когда постановление тройки о расстреле отца Арсения за контрреволюционную деятельность и о замене расстрела 15 годами лагеря особого режима зачитывали, то фамилия эта запомнилась. Овсеенков был уже в летах, с виду лет около сорока-пятидесяти. Но лагерная жизнь наложила на него тяжелый отпечаток. В лагере ему было труднее многих. Голод, изнурительная работа, избиение, постоянная близость к смерти. Бледнели перед сознанием, что вчера еще он сам посылал сюда людей и искренне верил тогда, подписывая приговоры на основании решения тройки, что посланные в лагерь люди или приговоренные к расстрелу были действительно враги народа. Попав в лагере, соприкоснувшись с заключенными, отчетливо понял и осознал, что совершал дело страшное, чудовищное, послав на смерть десятки и сотни тысяч невинных людей. Не видя с высоты своей должности истинного положения вещей и событий, утерял правду, верил протоколам допросов, льстивым словам подчиненных, сухим директивам, а связь с живыми людьми и жизнью утерял. Мучился безмерно, переживал, но ничего решить для себя Овсеенков не мог. Сознание духовной опустошенности и ущербности сжигало его. Был молчалив, добр, делился с людьми последним, уголовников и начальства не боялся. В гневе был страшен, но головы не терял, за обижаемых вступался, за что и попадал часто в карцер. Привязался Овсеенков к отцу Арсению, полюбил его за доброту и отзывчивость. Бывало, часто говорил отцу Арсению, душа человек вы отец Арсении. В бараке большинства заключенных звали отца Арсения, отец Арсений. Вижу это, но коммунист я, а вы служитель культа, священник. Взгляды у нас разные. По идеям я должен бороться с вами, так сказать и идеологически. Отец Арсений бывало улыбнется и скажет, эээ, батенька, чего захотели, бороться. Вот боролись, боролись, а лагерь-то вас с вашей идеологией взял да и поглотил, а моя вера Христова и там на воле была и здесь со мною. Бог всюду один и всем людям помогает. Верю, что и вам поможет. А как Тарас сказал, мы с вами, Александр Павлович, старые знакомые. Господь нас давно вместе свел и встречу нам в лагере уготовил. Ну, уж это вы, отец Арсений, что-то путаете. Откуда я мог вас знать? Знаю, Александр Павлович, в 1933 году, когда дела церковные круто решались, брата нашего верующих сотнями тысяч высылали, в церкве, видимо, невидимо, позакрывали. Так я тогда по вашему ведомству первый раз проходил. Кого? Куда? Первый приговор вы мне утверждали в 1939 году, опять же по вашей епархии. Только одну работу с печать сдал, взяли меня по второму разу и сразу же приговорили к расстрелу. Спасибо вам, расстрел особым заменили. Вот так и живу по лагерям и ссылкам. Все вас дожидался, но наконец и встретились. Бога ради, не подумайте, что я хочу упрекнуть вас в чем-то, во всем воля Божия. И моя жизнь в общем океане жизни, капля воды, которую вы и запомните, естественно, в тысячном списке приговоренных не могли. Одному Господу все известно, судьба людей в его руках. Попик. Жизнь и работа в лагерях не человеческая, страшная. Каждый день к смерти приближается и часто года вольной жизни стоит. Но зная это, не хотели заключенные, не желали умирать духовно, пытались внутренне бороться за жизнь, сохранить дух, хотя это и не всегда удавалось. Говорили, спорили о науке, жизни, религии, иногда читали лекции об искусстве, научных открытиях, устраивали маленькие литературные вечера, воспоминания, читали стихи. На общем фоне жестокости, грубости и сознания близкой неизбежной смерти, голода, крайней степени истощения и постоянного присутствия уголовников, это было поразительно. Особый жил страхом, насилием, голодом. Но заключенные часто стремились найти друг в друге поддержку, и это помогало жить. Овсеенков, наблюдая жизнь заключенных, пришел к выводу, что в среднем больше двух лет редко кто выживал в особом, и думал, а сколько еще осталось ему. В зависимости от волны ареста в барак попадали инженеры, военные, церковники, ученые, артисты, колхозники, писатели, агрономы, врачи. И тогда в бараке невольно возникали землячества, состоящие из людей этих профессий. Все было забыто, но тем не менее, можно было видеть желание этих людей не забыть своего прошлого, своей профессии. Все вспоминалось в совместных разговорах. Особенно жаркими были споры, возникающие по любому поводу. Люди горячились, старались заказать только свое, при этом каждый говорил так, как будто от его доказательства зависит исход любых событий и решений. Отец Арсений в спорах не участвовал, ни к кому не примыкал, был со всеми общителен и ровен. Начнется спор, отец Арсений отойдет к своему лежаку, встанет или сядет на него и начнет про себя молиться. Интеллигенция барака относилась к отцу Арсений снисходительно. Одно слово, попик, да еще при том весьма серенький, добрый, услужливый, но культуры внутренней почти никакой нет, потому как и в Бога верят, и другого-то ничего нет за душой. Такое мнение было у большинства. Слышилось как-то, что собрались в бараке человек 10-12 художников, писателей, искусствоведов, артистов. Придут, бывало, сработают столовую, сбегают, отдохнут, пройдет поверка, запрут барак. Ну и начинаются разговоры о театре, литературе, медицине, искусстве. Оживятся, спорят. Как-то зашел разговор о древней русской живописи и архитектуре, и один заключенный высокого роста, сохранивший даже в лагере барственную осанку и манеры, с большим опломбом и жаром рассуждал об этих предметах. Собравшиеся с большим интересом слушали его. Говорил высокий веско, знанием дела, и удивительно утвердительно. Во время разговора этого проходил мимо собравшийся отец Арсений. А высокий, как оказалось впоследствии искусствовед и профессор, снисходительно обратился к отцу Арсению. Вы, батюшка, очень верующий и духовного звания. Так не скажете ли нам, как вы оцениваете связь православия с древней русской живописи и архитектурой, и есть ли какие связи? — сказал и улыбнулся. Все окружающие засмеялись. Асенков, сидевший недалеке и слышишь этот разговор, тоже невольно улыбнулся. Таким нелепым показался всем этот разговор, сказанный отцу Арсению. Кто пожалел его, а кто и захотел посмеяться. Все отчетливо понимали, что этот простецкий попик, каким был отец Арсений, ничего не ответит, не сможет ответить, так как ничего не знает. Понимали, что вопрос издевательский. Отец Арсений куда-то шел, остановился, высушил вопрос, заметил усмешки и сказал, «Сейчас, я сейчас только вот дело доделаю» и побежал дальше. — А попик-то не дурак, от срама сбежал. — Да, русское духовенство всегда было некультурным, — бросил кто-то фразу. Минут через десять к группе интеллигентов подошел отец Арсений. И, прервав лекцию Высокого, сказал, «Кончил я дела свои, прошу вас повторить вопрос». Профессор посмотрел на отца Арсения так, как он, вероятно, оглядывал ни веш, ни очей студентов, и размеренно произнес. «Вопрос, батюшка, довольно простой, но интересный. Как Вы, представитель русского духовенства, расцениваете влияние православия на древнерусское изобразительное искусство и архитектуру? Хотелось бы услышать о сокровищах Суздаля, Ростова-Великого, Переиславля-Залесского, Ферапонтовом монастыре. Возможно, слышали. Иконы Владимирской Божьей Матери и Троица Рублева, вероятно, по церковным литографиям знаете. Ну так вот и скажите, как оцениваете Вы все это с точки зрения связей?» Вопрос был профессорский. И все это поняли, и у большинства мелькнула мысль, что не надо было задавать его такого простецкому, но доброму попику. Ясно, что не ответит, по одному виду определишь. Отец Арсений как-то выпрямился, внешне даже изменился, и взгновно профессор произнес. Взгляд на влияние православия на русское изобразительное искусство и архитектуру существует самой различной. Много по этому поводу высказано разных мыслей, и Вы, профессор, по этому поводу много писали и говорили. Но ряд Ваших положений глубоко ошибочен, противоречив и, откровенно говоря, конъюнктурен. То, что Вы сейчас говорили, значительно ближе к истине, чем то, что Вы так пространно излагали в статьях Ваших и книгах. Вы считаете, что русское изобразительное искусство развивалось только на народной основе, почти отрицаете влияние на него православие. И в основном придерживаетесь мнений, что только экономические, социальные факторы, а не духовное начало русского народа и благотворное влияние христианства, оказали на него влияние на живопись и архитектуру. Лично я, профессор, держусь другого мнения о путях развития древней русской живописи и архитектуры, так как считаю, что влияние православия на русский народ и его культуру было решающим фактором, начиная с IX по XVIII век. Восприняв в IX веке византийскую культуру, русское духовенство, русское иночество понесло, передало ее в виде книг, живописи, икон, первых образцов, провозведенных греками храмов, строя богослужений, описания жития святых русскому народу. И все это оказало решающее влияние на дальнейшее развитие всей русской культуры. Вы упомянули икону Владимирской Божией Матери. А разве этот образ, как и другие произведения живописи, пришедшие к нам от греков, не явились той основой, на которой в дальнейшем расцвела иконопись и живопись. Любое творение русской иконописной школы неразрывно связано с душой художника-христианина, с душой верующего, прибегающего к иконе как к духовному символическому изображению Господа, Матери Божией или святых его. Русский человек приходил к иконе не как к идолу, а как к символу, в котором видел, подразумевал и представлял духовный и внутренний образ, запечатленный в виде изображения. В этом существенном символе, осуществленном, видел православный христианин образ того, к кому прибегала душа его в горестной или радостной молитве. Русский живописец с молитвой и постом запечатлевал образ Господа, Божией Матери и святых, и недаром русский народ хранит много прекрасных и дивных преданий о том, как создавались иконы, и верит, что рукой у художника-иконописца водил ангел Господень, а не сам иконописец. Древний русский иконописец никогда не подписывал своим именем икон, ибо считал, что не рука, а душа его от благословения Божия создавала образ. А вы во всем видите влияние социальных и экономических предпосылок. Взгляните на нашу древнюю икону Божией Матери и западную Мадонну, и вам сразу бросится в глаза огромная разница. В наших иконах духовный символ, дух веры, знамение православия. В иконах Запада дама-женщина, одухотворенная, полная земной красоты, но в ней не чувствуется божественная сила и благодать. Это только женщина. Взгляните в глаза Владимирской Божией Матери, и вы прочтете в них величайшую силу духа, веру в безграничное милосердие Божие к людям, надежду на спасение. Отец Арсений вотушевился, как-то весь переменился, распрямился и говорил ясно, отчетливо и необыкновенно выразительно. Называя иконы, давая пояснения, он раскрыл душу русской древней живописи и, перейдя к архитектуре на примерах Ростова Великого, Суздаля, Владимира, Углича и Москвы, показал связи ее с православием. Ответ свой отец Арсений закончил словами. «Строя церкви, русский человек во славу Бога заставил петь камень, заставил его рассказать христианину о Боге и прославлять Бога». Говорил отец Арсений часа полтора, и слушавшего его группа интеллигентов замерла. Профессор потерял свой полунасмешливый и барственный вид, съежился как-то весь и спросил. «Простите, откуда вы знаете труды мои и русскую древнюю живопись и архитектуру? Где изучали? Ведь вы священник?» «Любить надо Родину свою и знать ее. Надо, как вы изволили сказать о духовенстве, чтобы поп понимал душу русского искусства и, будучи пастырем душ человеческих, умел показать им правду и истину в их незапятнанном виде. Ибо, профессор, многие люди, и вы в том числе, облекают измышлением и ложью самое святое, что есть у человека. Делается это ради выгоды или ради политических, временно возникающих установок и взглядов, ради социального заказа». Профессор еще более переменился и спросил. «Кто вы? Фамилия ваша?» «В миру был Стрельцов Петр Андреевич, а сейчас отец Арсений, как вы, заключенный особого». Профессор подался вперед и с трудом повторил. «Петр Андреевич, извините меня, извините. Не думал, не мог предполагать, что известнейший искусствовед, автор многих исследований и монографий по истории русской древней живописи и архитектуре, учитель многих и многих, встретится со мной здесь, под видом священника, и я задам ему глупый вопрос. Несколько лет не было слышно о вас, только статьи и книги рассказывали ваши мысли. Я еще год тому назад вступал с вами в полемику, лично не зная вас. Как вы, известнейшие ученые, стали духовным лицом? Потому и стал отцом Арсением, что вижу и ощущаю Бога во всем, и, будучи отцом Арсением, особенно понял, что попу надо много знать. А если говорить о русских попах, то вы должны знать, что они были той силой, которая собрала в XIV и XV веках русское государство воедино и помогло русскому народу сбросить татарское иго. Действительно. В XVI-XVII веках стало морально падать русское духовенство, и только отдельные светощи русской церкви озаряли ее небосклон, а до этого было оно главной силой Руси. Сказал и пошел. А профессор и все стоящие, в том числе и Овсеенков, остались стоять пораженные и удивленные. «Вот тебе и попик блаженненький, товарищи!» произнес кто-то из слушавших интеллигентов. И все стали молча расходиться. Овсеенков заметил, что с этого момента интеллигенция барака и лагеря стало смотреть и относиться к отцу Арсенью совершенно по-другому. Понятие «бог», «наука», «интеллигент» для многих стало сближаться. Овсеенков, бывший старым идейным коммунистом и почти фанатично верившим в идеи марксизма, в первый год жизни в особом, пытался жить обособленно от окружающих его людей, но потом и сблизился с некоторыми из них. Но увидев, что мысли бывших коммунистов в основном были направлены только на желание вернуться к прежней удобной жизни и совершенно были свободны от идеи добиться справедливости и бороться против произвола Сталина, отошел от этих людей. Свою прежнюю жизнь Овсеенков пересмотрел и понял, что давно растерял идеи, их заменили приказы, стандартные прописные истины и циркуляры. Связь с живым народом, массой людей он утерял. Доклады и газетные статьи – вот что заменило ему живого человека. Соприкасаясь с заключенными, увидел Овсеенков жизнь подлинную, невыдуманную, настоящую. Овсеенков тянулся к отцу Арсенью. Его необычные отношения ко всем безразвития людям, сердечность, доброта, постоянно оказываемая всем помощь в любых ее формах. И как теперь он узнал, глубокая интеллигентность и образованность покорили его. Беспредельная вера в Бога, постоянная молитва вначале отталкивали его от отца Арсения, но в то же время что-то необъяснимое притягивало его. С отцом Арсением чувствовал он себя хорошо, трудности, тоска, лагерный гнет сглаживались. Почему? Он не понимал. Садиков Иван Александрович оказался старым и известным уголовником. Был он человек властный, жесткий. Уголовную братью знал хорошо и скоро подчинил себе весь барак и, конечно, установил связь со всеми уголовниками лагеря. Слово его было законом, боялись его, но в дела барака вмешивался он мало и как-то стороной. В первые месяцы после своей болезни отдалился он от отца Арсения и вроде бы замечать не стал. Но, повредив как-то себе сильно ногу, пролежал пять дней в бараке, рана стала загнивать и создалась опасность потери ноги. Освобождение продолжали давать, но положение не улучшилось и вторично выходил с Азикова отец Арсений. Попробовал с Азиков дать отцу Арсению подачку, но отец Арсений, улыбнувшись, сказал, «Не ради вознаграждения вам делаю, а ради вас, человека, а ради вас самого». Помягчил с Азиков к отцу Арсений. Мимоходом вроде бы и о своей жизни рассказал, а однажды вдруг сказал, «Не верю я людям, а папам, говорят, и совсем верить нельзя. А вам, Петр Андреевич, верю, не продадите. В Боге своем живете, добро делаете не для своей выгоды, а ради людей. Мать у меня такая же была», — сказал и пошел. Записано по воспоминаниям Афеенкова Александра Павловича, по рассказам Сазикова Ивана Александровича и ряда других лиц, бывших в то время в лагере. «Прекратите сие!» Холода стояли страшные. Заключенные сильно мерзли на работах, обмораживались. Приходя в барак после работы, буквально валились с ног. Умирало много, барак постоянно обновлялся. Трудно было всем, но особенно доставалось политическим. Все вставали, уходили на работу и приходили с работы озлобленные, вечно голодные. А тут еще при раздаче хлеба уголовники два дня подряд отнимали у политических весь паек. На второй день крейсера после кражи, после закрытия барака, произошла в бараке драка не на жизнь, а на смерть между уголовниками и политическими из-за хлеба. Во главе политических встала Афеенков, несколько бывших военных и человек пять из интеллигенции. А у уголовников Иван Карий, отпетый бандит, хулиган и многократный убийца. В лагере убил ни одного человека, любил играть в карты на жизнь человеческую. Политические требуют справедливости и порядка, а уголовники со смехом отвечают, брали и брать будем. Прекрасно понимая, что лагерная администрация не встанет на защиту политических, а молчаливо одобрит эти кражи. Сперва началась кулачная драка, а потом в ход пошли поленья, а некоторые уголовники достали ножи. В лагере они запрещались, их постоянно искали, беспрерывно обыскивали заключенных, но почти никогда ножи не находили. Порезали одного военного, нескольким политическим тяжело повредили головы. Уголовники действуют сообща, а основная масса политических только кричит, боясь помочь своим. Уголовники бьют жестоко, одолевают политических, кругом льется кровь. Отец Арсений бросился к Сазикову и стал просить, помогите, помогите, Иван Александрович, режут людей, кровь кругом. Господом Богом прошу вас, остановите, вас послушают. Сазиков засмеялся и сказал, меня-то послушают, ты вот своим Богом помоги. Смотри, твоего Авсеенкова Иван Кариси сейчас прирежет, двоих-то уже уложил? Бог твой поп, ух, как далек. Смотрит отец Арсений кровь на людях, крики, ругань, стоны. И так все это душу переполнило болью застрадания людей, что подняв руки свои, он пошел в самую гущу свалки и голосом ясным и громким сказал, «Именем Господа повелеваю, прекратите сие, уймитесь!» И положив на всех крестное знамение, тихо произнес, «Помогите раненым!» И пошел к своим нарам. Стоит весь какой-то озаренный и словно ничего не слышит и не видит. Не слышит, как кладут у выхода из барака мертвых, помогают раненым. Стоит и, уйдя в себя, молится. Тихо стало в бараке, только слышно, как люди укладываются на нары и стонет тяжело раненый. Сазиков подошел к отцу Арсения и сказал, «Простите меня, отец Арсений, усомнился я в Боге-то, а сейчас вижу, есть Он! Страшно даже мне! Великая сила дана тому, кто верит в Него! Простите меня, что смеялся над вами!» Дня через два, придя с работы, подошел Арсень к отцу Арсений и сказал, «Спасибо вам! Спасли вы меня, спасли! Бесконечно вы в Бога верите! Я, смотря на вас, тоже начинаю понимать, что Он есть!» Жизнь в бараке шла размеренно. Одни заключенные приходили в барак и, прожив в нем недолго, ложились в мерзлую землю, другие приходили им на смену. Воровство хлеба прекратилось, а если и случалось, то уголовники крепко учились своих за это. Отец Арсений работал по бараку, сильно уставал, истощение организма, как у всех заключенных, было предельным, но держался и духом не падал. В бараке, населенном самыми разными людьми по своим характерам, жизнью и настроениям, и при этом обреченными на смерть, измученными, озлобленными и ожесточенными, отец Арсений стал для очень многих связующим и сближающим началом, смягчающим тяжесть лагерной жизни. Добротой своей, теплым, ласковым словом согревал он многим душу. И был ли это верующий, коммунист, уголовник или какой-либо другой заключенный, для каждого из них находил он необходимое только этому человеку слово. И оно проникало в душу, помогало жить, заставляло надеяться на лучшее, вело к совершению добра. Как-то произошло незаметно, что нас с Азиком и Арсеньем сблизились. Казалось, что было общего между уголовником и бывшим членом коллегии. Их невидимо, можно сказать, соединял отец Арсений. Записано по рассказам Арсеенкова, офицера Зорина, Глебова, Сазикова. Вызов майора. Надзиратель веселый, днем, когда барак бывал в пуст, отец Арсений топил печи или убирал барак, стал часто проводить поверку барака и придирался ко всему. А в этот день, зайдя раза три, беспреживно матерился и ударил его по лицу, угрозился и пугал, а к вечеру отца Арсения вызвали в особый отдел. Вызов к вечеру считался плохим вызовом, каким-то признаком. Говорили, что начальником особого отдела назначили нового майора. Особый отдел в лагере особого режима был страшен заключенным. Вызовы в особый отдел всегда сопровождались неприятностями, снимали допросы по какому-либо дополнительному делу, заставляли стать сексотом, секретным сотрудником. И за отказ били нещадно. Били и при допросах. Единственное, когда они били, это при зачитывании постановления об увеличении срока заключения. Заключенные боялись особого отдела. Работало в нем человек 25 сотрудников, в основном проштрафившиеся где-то на службе в органах и переведенное служить в отдаленные лагеря для известного рода исправления. Было много из них сильно пьющих. Допросы вести умели. Били с умением, признаешься во всем. А царь Сене принимал, в кавычках, лейтенант лет 27. Началось, как всегда, с шаблонных вопросов. Имя, отчество, фамилия, статья, по которой осужден, крики. Все знаем, давай рассказывай. Угрозы, после чего предъявлялась главная цель вызова. Давай показания своей агитации в лагере. Ответив на стандартный вопрос, отец Арсений замолчал и стал молиться. Лейтенант гнусно матерился, бил кулаком по столу, грозил. А потом встав сказал, сейчас через майора пропустим, заговоришь. И, выругавшись, вышел. Минут через десять вернулся и повел ко майору, начальнику особого отдела. Отец Арсений, зная лагерные порядки, понял, что дело его плохо. Оставьте нас, приказал майор, взял дело и протокол допроса. Лейтенант вышел. Майор встал, плотно закрыл дверь кабинета, вернулся, сел в кресло и стал читать дело отца Арсения. Отец Арсений стоял и молился. Господи, помилуй меня грешного. Майор посмотрел дело и вдруг неожиданно, простым, доброжелательным тоном сказал. Садитесь, Петр Андреевич, это я приказал вас вызвать. Отец Арсений сел, повторяя про себя, Господи, помилуй меня грешного, уповая на тебя. И при этом подумал, сейчас начнется. Майор помолчал, полистал еще раз дело, посмотрел на отца Арсения и на вклеенную в дело фотографию, отстегнул пуговицу верхнего кармана кителя и достал сложенный листок бумаги. Возьмите, записка вам от Веры Даниловны, жива и здорова, прочтите. Дорогой отец Арсений, милость Господа не имеет пределов. Он сохранил вас, ничему не удивляйтесь, доверьтесь, молитесь о нас грешных. Бог многих сохранил из нас. Молите Бога о нас. Вера. В почерк был Веры Даниловны, сестры Веры, одной из самых близких духовных дочерей отца Арсения. Сомнений в том, что писала именно она, быть не могло, так как когда-то условили, что при писании особо важных писем в слове «молите» одна из букв делалась измененной. Господи, благодарю, что дал мне узнать о детях моих, благодарю, Господи, за милость. Майор взял записку из рук отца Арсения и сжег. Оба молчали. Отец Арсений от волнения и неожиданности, а также от непонятности происходящего. Майор молчал, понимая состояние отца Арсения, понимая, что он ошеломлен. Смотря на отца Арсения, майор видел перед собой измученного старика с небольшой бородкой, обритого наголо, в телогрейке, старой и залатанной, и ватных брюках. Из лежащего перед ним дело майор знал, что прошлое у старика большое. Выходец из семьи известного ученого, окончил Московский университет, известен в Союзе и за рубежом как блестящий искусствовед, автор глубоких исследований по древнерусской живописи и архитектуре, и одновременно иеросхимонах, руководитель большой и сильной общины, которая, как предполагали органы, не распалась даже после его ареста. И этот старик, живя на свободе, мог совмещать глубокую веру с наукой, и в книгах своих прославлял красоту Родины и призывал любить ее. Сейчас майор видел, что все это умерло в сидящем перед ним человеке. Он растоптан и сломлен. Смерть скоро придет к нему. Она не заставит себя ждать. Просьба жены, которую майор беспредельно любил и всегда прислушивался к ее советам, а также просьба Веры Даниловны, оказавшей в прошлом немалую помощь его жене и дочери, побудили майора взять все за это рискованное поручение. Вера Даниловна была врач. И случилось так, что жизнь самых близких майору людей сохранилась благодаря самоотверженной и бескорыстной ее помощи. В условиях взаимных доносов и слежки помощь со стороны майора была для него самого крайне опасной. Но была еще одна причина, побудившая его связаться в лагере с отцом Арсением. Отец Арсений молился и, казалось, так ушел в себя, что не видел майора, кабинета, в котором находился, забыл обо всем. Но вдруг, подняв глаза и смотря на майора, спокойно сказал, «Благодарю за весть эту добрую, именем Господа благодарю». И майор, взглянув в глаза отца Арсения, понял, что не старик перед ним изможденный, а какой-то особый человек, необычный. И годы лагерной жизни не согнули, а увеличили силу его духа. Ибо глаза отца Арсения излучали силы и свет, никогда до того не виданные майором. И в силе и свете были бесконечная доброта и великое знание души человеческой. Майор понял, почувствовал, что взгляни он в отец Арсений на любого человека, скажет ему, и будет так, как хочет отец Арсений. Повелит, и любые отворятся ворота и спадут запоры. Самое сокровенное в душе человеческой видит эти глаза и читает мысль человеческую. Понял также майор, что не будет расспрашивать отец Арсений, почему он вновь назначенный начальник особого отдела лагеря, передал ему записку от Веры Даниловны. Отец Арсений смотрел куда-то вверх, мимо майора, и смотря встал. Встал, перекрестился несколько раз, поклонился кому-то, и, глядя на него, встал майор, ибо предстал перед ним в этот момент не старик в рваной телогрейке, а иерей в полном облачении церковном, который совершал таинство молитвы перед Богом. Майор вздрогнул от неожиданности и непонятности происходящего. Что-то далекое, забытое пришло ему на память. Время, когда мать водила его в старую деревенскую церковь маленьким мальчиком молиться в большие праздники, и что-то мягкое и доброе охватило его душу. Отец Арсений сел, и опять перед майором был изможденный старик, но глаза по-прежнему излучали свет. Петр Андреевич, послали работать в лагерь. Узнал, что вы здесь. Был в Москве, сказал Вере Даниловне, и взялся передать вам записку. И кроме того, прошу вас, помочь одному человеку, живет с вами в бараке. И майор замялся. Понял я, понял вас. Александру Павловичу помогу, все передам. Понимаю, что трудно вам здесь, Сергей Петрович. Не привыкли к новой работе? Трудно привыкнуть. Что здесь сделается? Но будьте милостивы в меру сил своих и возможностей. Это-то и будет большой помощью заключенным. Да, трудно. Очень трудно сейчас, всюду, произнес майор. Вот поэтому я здесь и оказался. Сердце кровью обливается, когда смотришь, что делается кругом. Слежка, доносы друг на друга. Секретная инструкция одна страшнее другой. Делаешь, но ничтожно мало. Стыдно сказать, но боюсь. Надзиратель Пупков доносит на вас все время. Явно не любит. Уберем его, поставим приличного другого. Тяжело вам, Петр Андреевич, тяжело. Но помочь, как уже говорил, могу мало. Но стараться буду. Вызывать буду через посредство лейтенанта Маркова. Это тот, который вас допрашивал только что. Человек трудный, подозрительный. Но на этом я его возьму. Предложу иметь за вами особый надзор. И после своих допросов ко мне направлять. Не беспокойтесь. Особый надзор на ваших делах не отразится. И в дело личное не будет внесен. Александру Павловичу скажите, что генерал Абросимов Сергей Петрович разжалованный теперь в майоры здесь. Помнят Александра Павловича в верхах многие, но помочь трудно. Стараются и не один заход к главному делали, но безрезультатно. Главный отвечает, пусть посидит. А заместитель пытается уничтожить. Много знает Александр Павлович. Идейный, прямой. А таких не любят. Давали указанию мрач, но главной санкции не дал. Пытается окольными путями через уголовников действовать. Уголовника Ивана Карева толкают на это. Передайте Александру Павловичу записку от жены, это его поддержит. Помогите ему. Пусть остерегается Савушкина, бывшего секретаря обкома. Доносы на него строчит, тоже в вашем бараке живет. Протокол вам надо подписать. Идите, напишут при следующей встрече. Улыбнулся отец Арсений, взял чистый лис и подписал. Спешите, что надо. Майор встал, подошел к отцу Арсения и, взяв его за плечи, почему-то неожиданно сказал. Помните меня. Полный впечатлений и переживаний, беспрерывно славя Господа, усталый от всего пережитого, вошел отец Арсений в свой барак и лег на нары. Ждали его с нетерпением, мог и не вернуться. Лежа читал молитвы и псалмы, благодаря Богу и повторяю Господи. Слава и дела Твои, благодарю, что показал мне великую милость Твою. Помилуй меня, Боже. В лагерях был заведенный порядок. Вызвали заключенного в особый отдел, пришел оттуда, не расспрашивая и не подходив к человеку. Боялись, что на подходящих падет подозрение, что боится он, о нем спрашивали. Придет время, найдет нужным, сам человек расскажет. Глаз не смыкал всю ночь отец Арсений, промыслу Божию умилялся, славил Бога, молился Божией Матери, а утром встал и с легким сердцем занялся делами. Надзиратель веселый, Пупков, раза два забегал в барак, оглядывал все, бегающим взглядом, потом спросил, «Ну что, поп, не добили тебя в особом? Добьют!» И засмеявшись, вышел. Вечером, после прихода заключенных с работы и получения пайки, отец Арсений обратился к Овсеенкову. «Александр Петрович, помогите мне до поверки дров наколоть, а то не успею». Теперь у отца Арсения заранее нарубленные дрова не воровали, барак за этим смотрел. Времени до поверки оставалось немногим более часа, фонари и прожекторы ярко освещали территорию лагеря. Дрова можно было колоть и вечером. Вышли к дровам, тут отец Арсений сказал. «Полено буду передавать, записку возьмите, прочтите и проглотите, а потом все расскажу». «Какую записку?» – опешив спросил Овсеенков. «Какую?» – схватил и стал деревянным клином колоть поленье, потом встал под фонарь, будто разглядывал полено, и стал читать записку. Прочел раз, второй, и по лицу потекли слезы. Отец Арсений прошептал «Проглотите записку» и добавил «Возьмите себя в руки». Пока дрова кололи и собирали, рассказал, что говорил Обросимов, рассказал, что из генералов у майора разжаловали, что друзья хотят помочь, но трудно, и что есть указание убрать его, Овсеенкова. «Петр Андреевич, отец Арсений, не верю я в Бога, а здесь начинаю верить. Надо верить. Письмо от Катерины получил от жены, и приписка в нем от моего друга, большого, влиятельного человека. Помочь хочет. Это приписка смерти подобная, если кто узнает. Старый разведчик, бесстрашный. Есть еще люди и там на воле. Не все еще в подлости утонули». Катерина пишет, что Бога молит обо мне, вероятно, по-настоящему молит. А тут вы мне в этом аду помогаете, сердце согреваете, одного со своими мыслями не оставляете, да и не только мне, многим. Смотрите, каким стал Сазиков, жестокий и страшный, а теперь помягчел и верит вам во всем. Вы не видите, а я вижу. Нет. Не вы, а верно, Бог ваш все это делает вашими руками. Не знаю, буду ли я глубоко верующим, но знаю и вижу. Есть он, Бог, и есть. Внесли дрова в барак. Сазиков слез с нары, тоже подошел помогать. Отец Арсений рассказал Сазику, какой разговор был с начальником особого отдела, что хотят Арсенкова руками уголовником убрать. И попросил, помогите, Серафим Александрович. Наедине звал Сазикова Серафимом, а не Иваном, именем вымышленным. Рассказывая, знал отец Арсений, что не выдаст и не предаст Сазиков. Изменился он сильно. Редкий случай, сказал Сазиков. Поможем, убережем Александра Павловича. Человек он хороший, стоящий. Убережем, не бойтесь. У нас тоже свои секреты есть. Ребятам скажу, убережем. Записано по рассказам Овсеенкова, Бросимова, Сазикова и кратких воспоминаний отца Арсения. Жизнь идет. Время шло, зима окончилась, и наступила весна. Болеть и умирать заключенных стало все больше и больше. Сынга в разных ее формах охватила почти всех. Лагерная больница переполнилась, люди лежали в бараках. Отец Арсений совершенно ослаб, но свои обязанности по бараку выполнял. Сильно потеплело, было слякотно, сыро. Барак приходилось топить так же часто, как и зимой, чтобы не отсырелись стены и вещи. Истощенный, еле передвигающийся, отец Арсений по-прежнему помогал людям, всем, кому мог. И его помощь внесла необыкновенное внутреннее тепло людям. Помогал без просьб, подходил, оказывал помощь и молча уходил, не ожидая благодарности. Назирателя Веселого, Пупкова, давно заменили и послали начальникам лесопункта. Пришел новый назиратель, молчаливый, требовательный, но справедливый. Заключенные быстро все подметили и дали ему прозвище «Справедливый». Назиратель строго требовал выполнения лагерных правил и особенно следил за чистотой. Не бил и почти не ругался. Прошло лето, короткое, но жаркое, с изнуряющим комаринным облаком, вечно висящим над человеком, доводящим до изнурения и нервного расстройства. Барак уже не топили, и отец Арсений по преклонности лет и слабости здоровья от тяжелых работ был освобожден. Но по-прежнему убирал барак, территорию вокруг него и чистил выгребные ямы. В особый отдел вызывали два раза. Первым допрашивал лейтенант Марков, но к начальству отдела не отправлял. Второй раз, допросив, отвел к майору. Тот был встревожен, нервничал и сказал, «Трудное время сейчас, строгости усилились, друг за другом слежка неимоверная. Лицо я в лагере большое, все боятся, даже начальник лагеря, но никому и ничем помочь не могу. Нет людей верных, нет связующего звена. Когда еще позову, не знаю, просто сказать боюсь. Но ни вас, ни Александра Павловича ни на одну минуту не забываю и из вида не упускаю». «Записку опять Александру Павловичу передайте. Не забыт он в Москве протокол допроса. Подпишите». Заранее написал. «Делаются кругом дела страшные, и я тоже их посудник». Записку отец Арсений передал Авсеенкову, и тот опять воспрянул духом. «Спешите делать добро». В последнее время отец Арсений стал сильно уставать, еле-еле справлялся с уборкой барака, и, видя это, заключенные помогали ему. Держался он одной молитвой. Знающим его, иногда казалось со временами, что живет он не в лагере, а где-то далеко-далеко, в каком-то особом, одному ему известном светлом мире. Бывало, работает, губы беззвучно шепчут слова молитв, и вдруг он радостный и как-то по-особенному светло улыбнется и станет каким-то озаренным, и чувствуется, что сразу прибавится в нем сила и бодрость. Но никогда внутренно углубленное его состояние не мешало ему видеть трудности окружающих его людей и стремиться помочь им. Люди, верующие, общаясь, и видели, что душа отца Арсения как бы вечно пребывала на молитвенном служении в храме Божьем, вечно стремилась раствориться в стремлении творить добро. Оказывая помощь человеку, отец Арсений не размышлял, кто этот человек и как он отнесется к его помощи. В данный момент он видел только человека, которому нужна помощь, и он помогал этому человеку. Думали когда-то заключенные, что он заискивает и ждет благодарности. «Оказалось не то». Потом стали его назвать «блаженненький», и это оказалось не то. Большинство поняли его. Изменился барак по отношению к отцу Арсения. Интеллигенция видела в нем ученого, совместившего веру и знания. Бывшие коммунисты по поведению отца Арсения по-другому стали рассматривать веру и верующего, и многим из них верующий не казался мракобесом. Верующие видели в нем иерея, или старца, достигшего духовного совершенства, имевшего в лагере свой подвиг. Смотря на жизнь отца Арсения в лагере, многие люди находили спокойствие и в какой-то мере примирялись с жизнью в лагере. Уголовники защищали отца Арсения, относились к нему уважительно по-своему. Если кто-либо из вновь пришедших заключенных пытался обидеть его, то давали понять, что за это могут избить. Было довольно много случаев, когда уголовники прибегали к духовной помощи отца Арсения. Они понимали и видели, что он не избегал и не сторонился их, как другие заключенные. Самое главное, отец Арсений никого не боялся, где двое или трое собраны во имя мое. В одну инзим поступил в барак с этапа юноша лет 23. Студент, осужденный на 20 лет по 58 статье. Лагерным, житейским премудростям еще в полной мере не набрался, так как сразу после приговора попал в особый из бутырок. Молодой, зеленый, еще плохо понимавшись, что с ним произошло, попав в особый, сразу столкнулся с уголовниками. Одет парень был хорошо, не износился еще по этапам. Увидели его уголовники во главе с Иваном Карем и решили раздеть. Сели в карты играть на одежду парня. Все видят, что разденут его, а сказать никто ничего не может. Даже Сазиков не смел нарушить лагерную традицию. Закон. На кон парня поставили, молчи, не вмешивайся, вмешался, прирежут. Те из заключенных, кто долго по лагерям скитался или жил, знали, что если на их барахло играют, сопротивляться нельзя. Смерть. Иван Карий всю одежду с парня выиграл, подошел к нему и сказал, снимай, дружок, барахлишко-то. Ну и началось. Парня Алексеем звали, не понял сперва ничего, думал смеются, не отдает одежду. Иван Карий решил для барака комедию поставить, стал с усмешкой ласково уговорить, а потом бить начал. Алексей сопротивляется, но уж теперь барак знал, что парень будет избить до полусмерти, а может быть и забит насмерть. Но концерт большой будет. Затаились, молчат все, а Иван Карий бьет и распаляется. Алексей пытается отбиться, да где там, кровь ручьем по лицу течет. Уголовники для смеха на две партии разделились, и одна Алексея подбадривает. Отец Арсений во время концерта этого дрова около печей укладывал в другом конце барака и начала не видел. А тут подошел к крайней печке-то и увидел, как Карий студента Алешку насмерть забивает. Алексей уже только руками закрывается, в крови весь, а Карий озверел и бьет, и бьет. Конец парню. Отец Арсений дрова молча положил перед печью, спокойно пошел к месту драки и на глазах изумленного барака схватил Карева за руку. Тот удивленно взглянул и потом от радости даже взвизгнул. Поп, традицию нарушил, в драку ввязался, да за это полагалось прирезать. Ненавидел Карий отца Арсения, но не трогал, барака боялся. А тут законный случай сам в руки идет. Бросил Кария Алешку бить и проговорил, ну, поп, обоим вам конец. Сперва студента, а потом тебя. Заключенные растерялись. Ступись, все уголовники как один поднимутся. Карий нож откуда-то достал и бросился к Алешке. Что случилось? Никто толком понять не мог. Но вдруг, всегда тихий, ласковый, слабый отец Арсений выпрямился, шагнул вперед к Карему и ударил его по руке с такой силой, что у того нож выпал из руки. А потом оттолкнул Карего от Алексея. Качнулся, Карий упал и об угол нар разбил лицо. И в этот момент многие засмеялись. А отец Арсений подошел к Алексею и сказал, пойди, Алеша, умойся, не тронет тебя больше никто. И будто бы ничего не случилось, пошел укладывать дрова. Опешились все. Карий встал. Уголовники молчат, поняли, что Карий свое лицо потерял перед всем бараком. Кто-то кровь по полу ногой растер, нож поднял. У Алешки лицо разбито, ухо надорвано, один глаз совсем закрылся, другой багровый. Молчат все. Не сдобровать теперь отцу Арсению и Алексею. Прирежут уголовники. Обязательно прирежут. Случилось, однако, иначе. Уголовники поступок отца Арсения расценили по-своему, видя в нем человека смелого и, главное, необыкновенного. Не побоялся, Карьева с ножом в руках, которого боялся весь барак. Смелость уважали и за смелость по-своему любили. Доброту и необыкновенность отца Арсения давно знали. Карик своему лежаку ушел с ребятами шепчется, но чувствует, что его не поддерживают, раз сразу не поддержали. Прошла ночь. Утром на работу пошли, отец Арсений делами по бараку занялся. Топит печь, убирает грязь, скребет. Вечером заключенные пришли с работы и вдруг перед самым закрытием барака влетает с несколькими надзирателем начальник по режиму. Встать в шеренгу! Зара сразу вскочили, стоят. А начальник пошел вдоль шеренги, дошел до отца Арсений и начал бить. А Алексея надзиратели из шеренги выволокли. «За нарушение лагерного режима, за драку Попа номер 18376 и Р-281 в холодный карцер номер один на двое суток без жертвы и воды!» крикнул начальник. «Донес, наклепал карий!» А это среди уголовников считалось самым последним позорным делом. Карцер номер один, небольшой домик, стоящий у входа в лагерь. В домике было несколько камер-одиночек и одна камера на двоих с одним узким лежаком, вернее доской шириной сантиметров двадцать. Пол, стены лежака были сплошь обиты листовым железом. Сама камера была шириной не более трех четверти метра, длиной два метра. Мороз на улице 30 градусов, ветер, дышать трудно. На улицу выйдешь, так сразу коченеешь. Поняли заключенные барака, смерть это верное. замерзнут в карцере часа через два. Наверняка замерзнут. При таком морозе в этот карцер не посылали, при пяти шести градусах бывало посылали на одни сутки. Живыми оставались лишь те, кто все 24 часа прыгал на одном месте. Перестанешь двигаться, замерзнешь, а сейчас минус тридцать. Отец Арсений старик, Лешка избит, оба истощены. Потащили обоих надзиратели, Овсенков и Сазиков из строя вышли и обратились к начальству. Гражданин начальник замерзнут на таком морозе, нельзя их в тот карцер, умрут там. Надзиратели нападали обоим так, что от одного конца барака до другого очумелые летели. Иван Карий голову в плечи вобрал и чувствует, что не жилецом в бараке, свои же задонос пришьют. Привели отца Арсения Алексея в карцер остались в темноте. Поднялся отец Арсений и проговорил. Ну вот и привел Господь вместе жить. Холодно, холодно, Алеша, железо кругом. За дверью громыхал засов, щелкал замок, смолкли голоса и шаги. И в наступившей тишине холод схватил, сжал их обоих. Сквозь узкое решетчатое окно светила луна, ее молочный свет слабо освещал карцер. Замерзнем отец Арсений, простонал Алексей, и за меня замерзнем. Обоим смерть, надо двигаться, прыгать все двое суток. Сил нет, весь разбит. Холод уже сейчас забирает, ноги окоченели, так тесно, что и двигаться нельзя. Смерть нам отец Арсений. Это не люди, правда? Люди не могут сделать того, что сделали с нами. Лучше расстрел. Отец Арсений молчал. Алексей попробовал прыгать на одном месте, но это не согревало. Сопротивляться холоду было бессмысленно. Смерть должна была наступить часа через два-три. для этого их и послали сюда. Что вы молчите? Что вы молчите? Отец Арсений почти кричал Алексей. И как будто пробиваясь сквозь дремоту, отхода издалека прозвучал ответ. Молюсь Богу, Алексей. О чем тут можем молиться, когда мы замерзаем? проговорил Алексей. И замолк. Одним с тобой, Алеша. Двое суток никто не придет. Будем молиться. Первый раз запустил Господь молиться в лагере в полный голос. Будем молиться. А там воля Господня. Холод забирал Алексея, но он отчетливо понял, что сходит с ума отец Арсений. А тот, стоя в молочной полосе лунного света, крестился и в полголоса что-то произносил. Руки и ноги окоченели полностью. Сил двигаться не было. Замерзал Алексей, ему стало безразлично. Отец Арсений замолк. И вдруг Алексей услышал отчетливо произносимые отцом Арсением слова и понял, это молитва. В церкви Алексей был один раз из любопытства. Бабка когда-то его крестила. Семья неверующая, или вернее сказать, абсолютно безразличная к вопросам религии, не знающая, что такое вера. Алексей комсомолец, студент. Какая могла быть здесь вера? Сквозь оцепенение сознания наступающей смерти, боли от побоев и холода, сперва смутно, но через несколько мгновений отчетливо стали доходить до Алексея слова. «Господи Господи Боже, помилуй нас грешных, многомилостивей всемилостивей, Боже наш, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шелого платию си, яко на спасеши всех, по неизвеченной Твоей милости, спаси и помилуй нас, и отведи от лютой смерти, ибо веруем в Тя, яко Ты Бог наш и Создатель наш». И полились слова молитвы, и в каждом слове, произносимом отцом Арсением, лежала глубочайшая любовь, надежда, упование на милость Божию и незыблемая вера. Алексей стал слушаться слова молитвы, в начале смыслов смутно доходил до него, было что-то непонятное, но чем больше холод охватывал его, тем отчетливо осознавал он значение слов и фраз. Молитва охватывала душу спокойствием, уводила от леденящего сердца страх и соединяла со стоящим с ним рядом стариком отцом Арсением. «Господи Боже наше Иисусе Христе, ты реку еси причистыми устами Твоими, когда двое или трое на земле согласятся просить о всяком деле, дано будет им отцом Твоим небесным, ибо где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них». И Алексей повторял, дано будет ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Холод полностью охватил Алексея, все застыло в нем. Лежал или сидел на полу или стоял, он не сознавал, все леденело. Но вдруг наступил какой-то момент, когда карцер, холод, осыпенение тела, боли отбоев, страх исчезли. Голос отца Арсения наполнял карцер, «Да карцер там я посреди них». «Кто же может быть здесь? Посреди нас кто?» Алексей обернулся к отцу Арсения и удивился. «Все кругом изменилось, преобразилось!» Пришла мучительная мысль «Брежу, конец, замерзаю». Карцер раздвинулся, полоса лунного света исчезла, было светло, ярко горел свет, и отец Арсения, одетый в сверкающие белые одежды, воздев руки вверх, громко молился. Одежды отца Арсения были именно те, которые Алексей видел на священнике в церкви. Слова молитв, читаемые отцом Арсением, сейчас были понятны, близки, родственны, проникали в душу. Тревоги, страдания, опасения ушли. Было желание слиться с этими словами, познать их, запомнить на всю жизнь. Карцера не было, была церковь. А как они сюда попали, почему еще кто-то здесь рядом с ними? Алексей с удивлением увидел, что помогали еще два человека, и эти двое тоже были в сверкающих одеждах и горели необыкновенным белым светом. Лица этих людей Алексей не видел, но чувствовал, что они прекрасны. Молитва заполнила все существо Алексея. Он поднялся, встал за отцом Арсением и стал молиться. Было тепло, дышалось легко, ощущение радости жило в душе. Все, что произносил отец Арсений, повторял Алексей, и не просто повторял, а молился с ним вместе. Казалось, что отец Арсений слился воедино со словами молитв, но Алексей понимал, что он не забывал его, а все время был с ним и помогал ему молиться. Ощущение, что Бог есть, что он сейчас с ними пришло к Алексею, и он чувствовал, видел своей душой Бога, эти двое были его слуги, посланные им помогать отцу Арсению. Иногда приходила мысль, что они оба уже умерли или умирают, а сейчас бредят, но голос отца Арсения и его присутствие возвращали к действительности. Сколько прошло времени Алексей не знал, но отец Арсения обернулся и сказал, пойди, Алеша, ложись, ты устал, я буду молиться, ты услышишь. Алексей лег на пол, обитый железом, закрыл глаза, продолжая молиться. Слова молитвы заполнили все его существо, согласятся просить о всяком деле, дано будет отцом моим небесным. На тысячи ладов откликалось в его сердце словами собранным во имя мое. Да, да, мы не одни, временами думал Алексей, продолжая молиться. Было спокойно, тепло, и вдруг откуда-то пришла мать, и как это еще было год тому назад, закрыла его чем-то теплым. Руки сжали ему голову, и она прижала его к своей груди. Он хотел сказать, мама, ты слышишь, как молится отец Арсений? Я узнал, что есть Бог, и я верю в него. Хотел ли он сказать, или сказал, но мать ответила, Алешенька, когда тебя взяли, я тоже нашла Бога, и это дало мне силы жить. Было хорошо, ужасно исчезло, мать и отец Арсений были рядом, прежде незнакомые слова молитв сейчас обновили, согрели душу, вели к прекрасному. Необходимо было сделать все, чтобы не забыть эти слова, запомнить на всю жизнь. Надо не расставаться с отцом Арсением, всегда быть с ним. Лежа на полу ног отца Арсения, Алексей слушал сквозь легкое состояние полузабытия прекрасные слова молитв. Было беспредельно хорошо, отец Арсений молился, а двое в светлых одеждах молились и прислуживали ему. И казалось удивлялись, как молится этот человек. Сейчас он ничего не просил у Бога, а славил его и благодарил. Сколько времени продолжалась молитва отца Арсения, и сколько времени лежал в полузабытии Алексей, никто из них не помнил. В памяти Алексея осталось только одно. Слова молитв, согревающий и радостный свет, молящийся отец Арсений, двое служащих в одеждах из света и огромное, ничем не сравнимое чувство внутреннего обновляющего тепла. Били подверному засову, визжал замерзший замок, раздавались голоса. Алексей открыл в глазах, отец Арсений еще молился. Двое в светлых одеждах благословили его и Алексея и медленно вышли. Ослепительный свет постепенно исчезал и, наконец, карцер стал темным и по-прежнему холодным и мрачным. Вставай, Алексей, пришли, сказал отец Арсений, Алексей встал. Входили начальник лагеря, главный врач, начальник по режиму и начальник особого отдела обросимов. Кто-то из лагерной администрации говорил за дверью, это недопустимо, могут сообщить в Москву, кто знает, как на это посмотрят. Мороженое трупы несовременно. Карцеры стояли, старик в телогрейке, парень в разорванной одежде с кровоподтеками и синяками на лице. Выражение лица того и другого было спокойным, одежда покрылась толстым слоем иния. Живы? с удивлением спросил начальник лагеря. Как же вы тут прожили двое суток? Живы гражданин начальник лагеря, ответил отец Арсений. Стоящие удивленно переглянулись. Обыскать бросил начлага. Выходи, крикнул один из пришедших надзирателей. Отец Арсений и Алексей вышли из карцера. Сняв перчатки, стали обыскивать. Врач также, сняв перчатку, засунул руку под одежду отца Арсения и Алексея и задумчиво никому не обращаясь, сказал удивительно. Как могли выжить? Действительно теплые. Войдя в камеру и внимательно осмотрев ее, врач спросил, чем согревались? И отец Арсений ответил, верой в Бога и молитвой. Фанатики. Быстро в барак, раздраженно сказал кто-то из начальства. Уходя, Алексей слышал спор, возникший между пришедшими. Последняя фраза, дошедшая до его слуха, была поразительно. Необычный случай. Они должны были прожить при таком морозе не более четырех часов. Это поразительно, невероятно, учитывая тридцати градусный мороз. Вам повезло, товарищ начальник лагеря по режиму. Могли быть крупные неприятности. Барак встретил отца Арсения и Алексея, как воскресших из мертвых. И только все спрашивали, чем спасались? На что оба отвечали, Бог спас. Ивана Карева через неделю перевели в другой барак, а еще через неделю придавила его породой. Умирал мучительно, ходили слухи, что своя братва помогла породе придавить его. Алексей после карцера переродился, привязался к отцу Арсения и всех верующих, находящихся в бараке, расспрашивал о Боге, о православных службах. Записано со слов Алексея и некоторых очевидцев по бараку. Надзиратель справедливый Надзирателя веселого сменили и вместо него назначили нового, которому за неукоснительное требование по выполнению лагерных правил, но справедливое отношение к заключенным дали прозвище «Справедливый». К отцу Арсения новый надзиратель относился безразлично и если находил какие-либо неполадки, то говорил насмешливо «Службу, батюшка, надо исправно править». Скажет и пойдет, а через час зайдет проверить. Летом со справедливым произошел необычный случай. Пошел он осматривать бараки, территорию вокруг них, а отец Арсений в это время подметал дорожки между бараками. Прошел справедливый по баракам, остановился на одной дорожке, вынул что-то из кармана бокового, раскрыл бумажник, посмотрел, положил назад и пошел дальше. Отец Арсений подметая дорожки дошел до того места, где стоял надзиратель и увидел, что на земле валяется красная книжечка, поднял, а это оказался партийный билет справедливого. Отец Арсений поднял билет, положил в карман телогрейки, закончил подметать и пошел убирать барак. Но поглядывает в окно, не идет ли надзиратель. Часа через два бежит справедливый и сам не свой. Отец Арсений вышел из барака и пошел ему навстречу. Потерять партийный билет, да еще в лагере, было бы для надзирателя в то время подобно смерти. Справедливый все это понимал. Бежит справедливый по лагерным дорожкам, лицо от расстройства почернело, под ноги смотрит и все вокруг внимательно осматривает, а народ по дорожкам уже ходил. Отец Арсений подошел к надзирателю и сказал гражданин надзиратель разрешите обратиться. Лицо справедливо перекосилось от злости он закричал прочь поп за роги и даже размахнулся для удара. Отец Арсений молча подал ему билет и пошел в барак. Справедливый билет схватил и закричал стой и подойдя спросил ну кто видел? Никто не видел гражданин надзиратель нашел на дорожке часа два тому назад повернулся справедливый и пошел. Ничего вроде бы не изменилось но стал надзиратель с отца Арсения все строже спрашивать и подумалось уж не хочет ли справедливый убрать отца Арсения как нежелательного свидетеля. В лагерях такие дела просто делались убил надзирателя заключенного а докладывает начальству напал на меня и благодарность еще за бдительность получит. Убрать заключенного в лагере существовало тысяча разных способов и все они были безнаказанными. Время шло Матерь Божия не оставь их В основу написанного здесь положено воспоминание отца Арсения рассказанное им самим близким своим духовным детям а также и мне Мои после лагерной встречи с Авсеенком с Азиком и Алексеем студентом также послужили основой для восстановления всего происшедшего так как эти люди присутствовали при физической смерти отца Арсения в бараке а также были очевидцами его возвращения к жизни написав все это я всем необходим показать рукопись отцу Арсения он прочтя ее долго молчал и на мои вопросы разве что не так разве неправильно ответил великую милость вели мне Господь и Матерь Божия показав самую сокровенную великую душу человеческую исполненную верой любви и добра показали что никогда не оскудеет вера и множество людей несет ее в себе одни пламенные другие трепетные иные несут в себе искру и необходимым является приход пастыря чтобы возгорелась малая искра в неугасимом пламени веры показал Господь что люди несущие веру и особенно пастыри душ человеческих должны помогать и бороться за каждого человека до последних сил своих и последнего своего вздоха и основой борьбы за душу является любовь добро и помощь ближнему своему оказываемая не ради себя а ради брата своего по отношению человека люди судят о вере о Христе ибо сказано «От дел своих оправдаешься и отдел своих осудишься» и еще сказано «Друг друга тяготы носите и так исполните закон Христов» то что произошло со мною было для меня величайшим уроком наставлением и поставило меня на свое место «Будучи моих ошибок и заблуждений» исправил ли я их только «Господи помоги мне» сказав это отец Арсений взял рукопись и через несколько дней возвратил мне ее читая после просмотра написанное я увидел внесенное им исправление и дописанные местах вот в таком виде и лежит перед вами эта тетрадь отдавая мне рукопись отец Арсений сказал пока я жив не показывайте никому а умру тогда и читать можно жаркое изнурительное лето вечно жужжащего гнуса сменило промозглая дождливая и холодная осень землю попеременно охватывало мороз по потоке оттаявшей грязи в бараке было сыро и холодно и поэтому по особенному тяжко одежда на заключенных неделями не просыхала мокрые ноги были вечно стерты и постоянно болели началась повальная эпидемия тяжелого лагерного гриппа ежедневно в бараке умирало по 3-5 человек дошла очередь и до отца Арсения слег он температура за 40 озноб кашель мокрота сердце отказывается работать в особом при повальных гриппозных заболеваниях в больницу не клали вот если ногу руку отрезала или сломали голова пробита то клали на излечение а при любой форме гриппа лежи и лечись в бараке в лагерях закон на ногах стоишь работай упал докажи что не симулянт доказал будут лечить если начальство одобрит а еще в лагере установлен план выработки накаженного заключенного начальство за перевыполнение плана ежемесячной премии получает заключенный хотя этого и не видит но за ним идет контроль рублем начальство обязано соблюдать лагерный режим так что телячьи нежести разводить некогда заболел заключенный температура высокая надо у надзирателя воспитателя просить разрешение чтобы идти в санчасть там температуру замерят если ниже 39 градусов то топай на работу а заспоришь в карцер засадит и надзиратель в морду даст для повышения твоей сознательности если температура выше 39 лежи в бараке но каждый день являйся в санчасть когда ты лежишь в бараке без памяти по вызову старшего по бараку придет сельшер смелее температуру бросит лекарство ну тогда лежи выкарабкивайся но не прозевай когда температура упадет до 38 в общем закон ходить можешь то иди лучше работать с лагерами врачами не связывайся врачи в особом вольнонаемные дело свое хорошо знали чуть что крик симулянт марш на работу в карцер пошлю в лагере среди заключенных врачей было много но работать по специальности им не разрешали а использовали на общих работах и при этом тяжелых когда заболел отец Арсений то на третий день врач из заключенных осмотрел его позвал для консультации профессора легочника тот тоже прослушал постояли поговорили между собой и сказали Арсенькову у больного общее воспаление легких полное истощение а витаминов сердце изношено дела его плохи вряд ли проживет больше двух дней нужны лекарства кислород уход но при таком истощении всего организма уже ничего не поможет отец Арсений почти старик в особом не один год за это время барак не один раз обновлялся из старожилов осталось человек 10-12 глядя на старожилов начальство лагерное и сами заключенные удивлялись как и почему эти патриархи барака еще живы вызвали через надзирателя фельдшера осмотрелся Арсения издалека с расстояния двух метров бросил аспирин градус не дал в Сенков чтобы тот измерил температуру отцу Арсения посмотрел что 40 с лишним и сказав гриб ушел отцу Арсений все хуже и хуже друзья видят что пришел его черед умирать пытаются спасти окольными путями послали в больницу ходока включились в помощь дружки из уголовников обхаживают надзирателей где-то достали сухую горчицу малину несли все что могли